Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме и нашему девизу «У живых, о плаке у мертвых, разбивая омун». И мы рассказываем вам о самых животрепещущих темах, о которых вы нас просите рассказать. Поступили многочисленные вопросы, рассказать о том, как антипсихотики действуют при депрессии. Причем были вопросы, как они действуют, как антидепрессанты, а были вопросы о том, как антипсихотики вызывают, наоборот, депрессию. Мы решили на все эти вопросы, ну, начать, во-первых, конечно же, одной лекции здесь не обойдешься. Мы решили сделать такую вводную лекцию. Эту тему мы, конечно же, будем продолжать. Если вам, конечно, эта тема интересна, а вы должны написать об этом в комментариях. Итак, что такое депрессия? Я напомню, что у нас собственный взгляд на депрессию. Мы считаем, что депрессия бывает НДН, норадреналиновая, дофаминовая. Когда есть ослабление положительных эмоций, тоска, подавленная, безнадежность, безнадежность, утрата интереса, удовольствие. Это когда плохо работают норадреналиновые нейроны. Бывает так называемая СН депрессия, серотониновая, норадреналиновая, когда усиливаются отрицательные эмоции, и от этого грусть, хондра, отращение, раздражение, недовольство, отчаяние. А бывают депрессии СНД, когда все в смешанном состоянии находится, и усиливаются отрицательные эмоции, ослабляются положительные. Поэтому самые разные жалобы у человека могут быть. Так вот, если мы с вами будем говорить о том, как нейролептики действуют на эти депрессии, то есть депрессии, которые протекают с улетением активности серотонина, норадреналиновых, дофаминовых нейронов, мы должны, собственно говоря, посмотреть, а вообще, как они работают, эти самые нейролептики, как работают нейроны. Ну, с чего мы с вами начнем? Мы начнем с того, что есть два нейрона, которые обмениваются между собой нейромедиаторами, ну, для того, чтобы передать какое-либо сообщение. Нейромедиатор — это, конечно, с дофамин, норадреналин, серотонин. Нас сегодня интересуют только те системы нейронов, которые имеют отношение к депрессии. Так вот, очень важно, что воспринимает вот второй нейрон, воспринимает информацию от первого, то есть воспринимает нейромедиатор с помощью трех типов рецепторов — дофамин воспринимается дофаминовыми рецепторами второго типа, норадреналин — альфа-1 норадреналиновыми рецепторами и серотонин серотониновыми рецепторами типа 2А. Три типа рецепторов, каждый из них, мы здесь нарисовали их как бы они на одном нейроне, на самом деле они на разных, то есть дофаминовые, второго типа на дофаминовых нейронах, альфа-адренорецепторы на норадреналиновых нейронах, серотониновые рецепторы типа 2А, они находятся на серотониновых нейронах. Теперь, что делает нейролептик? Значит, нейролептик тормозит нейроны. Причем как он тормозит? Он сам присоединяется вот к этим самым дофаминовым, норадреналиновым и серотониновым рецепторам и не дает подействовать на них дофамину, норадреналину и серотонину. То есть те просто не могут найти точку себе опоры, они не могут подействовать на другой нейрон, он как бы прикрыт вот этими самыми таблетками, нейролептиками. И в результате, конечно, активность нейрона падает. Что это означает? Это означает, что абсолютно любой нейролептик, который будет сам присоединяться к этим самым рецепторам D2, альфа-1 и серотонина второго типа 2, значит, он будет на самом деле депрессию выращивать. То есть он будет обладать депрессогенными свойствами. И, соответственно, депрессия из маленькой может стать большой. Теперь вам очень бы, конечно, хотелось знать, а какие нейролептики наиболее депрессогенны? То есть какие нейролептики вызывают наибольшее количество депрессий? Так вот, много лет тому назад, это, по-моему, был 12-й год, я написал мне, я в соавторстве с Анатолием Чинником, очень известный профессор из Новосибирска, антипсихотики, меняем старое поколение на новую классификацию. Я тогда хотел поменять старое поколение психиатров на новую классификацию. Но ничего не вышло, новая классификация антипсихотиков так и не была разработана, а сейчас бы она очень пригодилась. Но я вам честно скажу, что в этой статье, она находится в открытом доступе, вы ее совершенно спокойно можете найти в интернете, там есть одна очень и очень важная таблица. В этой таблице, видите, она очень просто устроена. Есть вот эти самые рецепторы D2, есть серотониновый рецептор 2А, есть альфа-1-адренорецептор, просто там буковка не совсем верно нарисована, вот она есть, и там дальше идут плюсики или минусики, или знак вопроса. Знак вопроса, значит, неизвестно, плюс, это значит блокирует и, соответственно, вызывает депрессогенный эффект, минус, значит, не действует на этот самый рецептор и не вызывает депрессогенного эффекта. Так вот, если мы с вами посмотрим на эту таблицу поближе, то мы увидим, что везде очень и очень много плюсов. То есть, на самом деле, депрессогенные свойства в том или ином виде есть у подавляющего большинства нейролептиков или антипсихотиков. Но в этой же таблице есть данные о том, что у нейролептиков, антипсихотиков, есть и антидепрессивные свойства. С чем эти антидепрессивные свойства связаны? Вот эти антидепрессивные свойства связаны с двумя механизмами действия. Сейчас мы о них подробно расскажем, вот там они опять тоже показаны кружочком, там где плюс, там это свойство есть. Оказывается, многие антипсихотики являются иоз, ингибиторами обратного захвата. Ну, здесь написано норадреналина. На самом деле, могут быть ингибиторами обратного захвата серотонина, норадреналина и дофамина. То есть, антидепрессанты. Значит, вот они присоединяются к этому самому ферменту. Вы видите, у меня этот фермент изображен в виде машинок. То есть, они забирают из межсинаптической щели нейромедиатор, обратно забрасывают его в нейрон для того, чтобы он там мог храниться и потом опять использоваться. Что делают антидепрессанты, что делают антипсихотики? Они сами присоединяются к этому самому ферменту, вот к этим грузовичкам. И грузовички работать перестают. Фермент перестает действовать. Остается в межсинаптической щели нейромедиатор и начинает действовать на рецепторы, которые, видите, лежат ниже. Это второй нейрон. И, соответственно, эти нейроны начинают больше возбуждаться. То есть, фактически, это антидепрессивные свойства антипсихотиков. И второе антидепрессивное свойство антипсихотиков, о которых тоже, конечно, надо сказать, есть и третье, мы скажем, чуть позже, связано с воздействием, с особым воздействием на D2-дофаминовые рецепторы. Вот есть препараты, обратите, пожалуйста, внимание, есть такое свойство, значит, у препаратов, что они не просто антагонисты. То есть, они не блокируют эти самые рецепторы. Напротив, они сами присоединяются к этим рецепторам D2-дофаминовым и возбуждают их. Но возбуждают слабее, чем сам дофамин. Это называется парциальный организм дофаминовым D2-рецептором. Еще раз, очень важно, они сами присоединяются к рецепторам, но не блокируют их, то есть, не прикрывают от дофамина, то есть, они не выключают их, они как бы их включают, но на своем сниженном уровне. Дофамин на них не действует, на эти рецепторы, на них действуют только препараты, но активность этого самого нейрона будет снижена, но, в принципе, она будет поддерживаться на определенном уровне. Представьте себе, что при депрессии активность нейрона снижена, мы даем парциальный агонист, конечно же, есть шанс, что активность нейрона возрастет. Вот два таких основных механизма действия. Теперь нам нужно с вами взвесить, а какие свойства у антипсихотиков, нейролептиков преобладают. То есть, антидепрессивные свойства или депрессивные свойства, то есть, антидепрессанты они или депрессанты. Конечно же, преобладают свойства депрессантов. Почему преобладают свойства депрессантов? Ну, хотя бы потому, что это нейролептики, антипсихотики. Их никто в качестве антидепрессантов не использует. И вот эти вот механизмы действия, обратите внимание, антагонизма к дофаминовым D2 рецепторам, альфа-1-адренорецепторам, серотониновым 2 рецепторам, рецепторам, через которые, это основные рецепторы, через которые общаются, соответственно, дофаминовые, норадреналиновые серотониновые нейроны, как правило, нейролептики эти рецепторы блокируют, закрывают их с собой от нейромедиаторов, и нейрональная активность падает. Но это и соответствует нашим представлениям о том, что такое нейролептики. Нейролептики должны бороться с повышенной активностью нейронов, то есть они должны бороться с психозом, с бредом и с галлюцинацией. Поэтому депрессивные свойства, конечно, преобладают. Раз преобладают депрессивные свойства, то тут и возникает вопрос о том, стоит ли эти самые антипсихотики сочетать с антидепрессантами. Конечно же, я считаю, что не стоит, за исключением там отдельных случаев, о которых мы будем говорить, но не стоит их назначать вместе. Почему еще их не стоит назначать вместе? Вот обратите, пожалуйста, внимание, вы помните, что основной антидепрессивный эффект это ИОС, то есть это угнетение обратного захвата нейромедиаторов. Но и антидепрессанты. У них, вот если вы посмотрите, среди антидепрессантов преобладают ИОС. То есть это как бы основной эффект антидепрессантов. Амитрептилина, имепромина, венлофоксина, меланцепрана, долоксетина, то есть это наиболее мощный, наиболее эффективный антидепрессант. Еще и селективный гимитра обратного захвата серотонина тоже можно сюда прицепить. Это все ИОС. Так вот, если вы их будете сочетать с антипсихотиками, надеясь на то, что у антипсихотика прорежутся антидепрессивные свойства, у вас ничего не получится по одной простой причине. Что на этот фермент будет, и фермент, который обеспечивает обратный захват, будет действовать препарат, который сильнее всего на это влияет. А это, конечно, антидепрессанты. То есть нейролептики всегда слабее влияют на этот фермент, чем антидепрессанты. Поэтому бесполезно пытаться усиливать антипсихотиками эти свойства. Более того, вы помните, что у них есть свойства депрессантов. Поэтому, конечно же, я считаю, что это худшее сочетание, когда, я много раз об этом говорил, это все равно как шоколад с томатной пастой, молоко с солеными огурцами или Горбачев с Советским Союзом. Но все-таки есть определенные исключения. Вот эти исключения, они есть, и об одном из таких исключений мы сейчас вам расскажем. Дело в том, что есть еще один механизм, который позволяет повысить активность дофаминовых нейронов. Он связан с существованием пресинаптических и постсинаптических дофаминовых Д2 рецепторов. Что такое постсинаптические? На втором нейроне после синапсов. Что такое пресинаптические? На первом нейроне перед синапсом. И вот эти самые пресинаптические рецепторы, они являются регуляторными. Представьте себе, что выбросило слишком много, это в норме может происходить у любого человека, выбросило слишком много дофамина, возникла угроза перевозбуждения. Тогда этот самый дофамин будет соединяться с пресинаптическими, то есть вот с этими рецепторами на первом нейроне, который выбрасывает дофамин, и будут говорить этому самому нейрону, перестань выбрасывать дофамин, нормальная передача возбуждения будет восстановлена, потому что этот нейрон поймет, что слишком много дофамина выкинул. Так вот, есть препараты, и одним из таких препаратов является иглонил, который в низких суточных дозах, что имеется в виду низкая суточная доза, меньше 600 миллиграммов в сутки, отключает механизм отрицательной обратной связи. То есть количество дофамина возрастает. Он сам присоединяется к этим пресинаптическим D2 рецепторам, соответственно, не дает дофамину на них действовать, и отключаются вот эти вот регуляторные тормоза, и дофамин продолжает выбрасываться, несмотря на то, что его стало больше. Активность дофаминовых нейронов возрастает. У продофаминовых антидепрессивных свойствах иглонила есть много литературы, мы ее обязательно приведем в описании нашего ролика, и тогда вот тут возникает вопрос. А что вот из всех, скажем, нейролептиков, про которые мы вам рассказывали, что иглонил является лучшим антидепрессантом на все времена? Нет, мы должны честно совершенно сказать, что иглонил антидепрессантом, конечно же, не является. Это скорее дополнительные силы для усиления активности дофаминовых нейронов. Дело в том, что в нашей стране максимально на что может рассчитывать больной, это так называемые СНД антидепрессанты, где С большое, Н большое, А, Д маленькое, и нам всегда нужно думать об усилении продофаминовых нейронов, то есть воздействия на дофаминовые нейроны. Мы должны их активизировать. Конечно же, в этой ситуации будет очень и очень полезен препарат, который называется иглонил. И это касается, вот мы говорили, сейчас, извините, я раньше времени переключил слайд, это касается прежде всего, конечно же, СНД депрессии, то есть наиболее тяжелых депрессий, когда у человека угнетены усиленно отрицательные эмоции, и угнетены ослабленные положительные. Но это касается также еще и НД депрессии, обратите, пожалуйста, внимание. Вот здесь тоже очень и очень важно, буковка Д, то есть активность дофаминовых нейронов. Это норадреналиновые дофаминовые депрессии, которые сопровождаются просто прежде всего падением активности норадреналиновых дофаминовых нейронов, а эмоционально это утрата положительных эмоций, вот что, собственно говоря, происходит. Ну, значит, иглонил, конечно же, это не антидепрессант, а скорее поддержка для антидепрессантов. А что же антидепрессанты? Что же нейролептики? Нейролептики, конечно же, почему они являются депрессантами? Потому что они являются антиманиакальными препаратами. Вот об этом надо помнить. Значит, депрессант, вроде бы это плохо, но надо лечить и маниакальное состояние тоже, а не только депрессией. И нейролептики, антипсихотики, все, без исключения, поверьте мне, они являются, обладают антиманиакальными свойствами. И вот если мы посмотрим на эти препараты вот с этой точки зрения, при каких расстройствах бывает мания. Маниакальные расстройства бывают при биполярном, аффективном расстройстве. То есть тогда, когда депрессии, повторяющиеся депрессии, возникают у человека вместе с маниакальными состояниями. Пониженное настроение бывает и повышенное настроение бывает, которое меняется порой очень причудливо. Посмотрите, пожалуйста, мы начали формировать новый наш плейлист о биполярном аффективном расстройстве. Так вот, почему в данной ситуации все-таки используются слабенькие антидепрессивные свойства антипсихотиков? Вот здесь они имеют значение. Почему они здесь имеют значение? Потому что здесь ситуация все время меняется. Человек из депрессии переходит в маниакальное состояние, из маниакального состояния в депрессию. И здесь то, что мы даем человеку антипсихотик, который лечит маниакальное состояние, но обладает хотя бы слабенькими антидепрессивными свойствами, это хотя бы слабая гарантия того, что у человека не наступит так называемая инверсия фазы, когда из маниакального состояния он перейдет в депрессию. Потому что для больного, как вы понимаете, это очень-очень плохо. И еще раз я хочу сказать, я считаю, что назначение нейролептиков, антипсихотиков у больного, где есть только повторяющиеся депрессии, для усиления их антидепрессивных свойств, это, конечно, совершенно ненужная вещь. За исключением, еще раз говорю, есть исключение, это препараты глонил, которые можно использовать для усиления продофаминовых эффектов. Все, что мы вам хотели сегодня рассказать. Пожалуйста, пишите нам комменты, ставьте лайки. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, где еще вы услышите такую серию интересной информации, неожиданной информации о том, как надо сочетать препараты, как надо назначать препараты, почему антипсихотики могут вызвать депрессию, почему у них все-таки есть антидепрессивные свойства, в каком это все соотношении находится. Пожалуйста, становитесь спонсорами нашего канала. Если хотите поблагодарить нас за этот ролик, то в его описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!